В узких трубах начнём наше общение. Тема лекции – внимание. Сразу скажу, или хочу спросить у вас, что у вас связано с этим понятием, как внимание? Что есть внимание? В основном сконцентрироваться на чём люди. То есть, вылавливать все моменты и запоминать. Эффективность. Эффективность. В чём? Просто эффективность. Хорошо. На своих занятиях я попутно даю практики, которые направлены на развитие концентрации внимания. Потому что есть два аспекта внимания. Есть концентрация, а есть созерцание. Созерцание – это расфокусирование. То есть, фокус и расфокус. Вот эти два аспекта внимания, они наиболее важны. Вообще, если освоить концентрацию внимания и созерцание, вот эти два аспекта, если их освоить, то это ключ ко всему чему угодно, ко всему, что вы хотите. Почему? Потому что, глядя на некоторых людей, у меня складывается впечатление, что люди практически большая часть не владеют своим вниманием. То есть, они и могут им владеть. Их вниманием владеет нечто, что-то другое, новостная лента, реклама, красивые буквы, бренды, ну и дальше по списку. Вот это создает очень многие проблемы у этих людей. Конечно же, идет очень серьезное давление на наше сознание со стороны общества, делая то и то и то. И так получилось. Так получилось, что мы живем в такое время, где идет битва за наше внимание. Вот реально идет борьба. Борьба за то, чтобы завладеть вот этой точкой нашего внимания. и потом, потому что там, где, да, там потом оно все вытекает. Или есть, то есть при завладении нашей точкой внимания, что происходит? Вот эта точка встраивается в определенную схему. Тум-тум-тум-тум. Тум-тум-тум-тум. Тум-тум-тум. Шаг один, шаг два, шаг три. Шаг один, шаг два, шаг три. И по этой схеме происходит откачка или, там, не знаю, вывод ресурсов у человека. Каких ресурсов, каких угодно, какие есть. Время, деньги, энергии и так далее. Потому что вот в этой точке вашего внимания находится концентрат вашей энергии. И там, где ваше внимание, туда устремляется энергия. Ваша. Не физическая сила, да? Физическая сила – это один из видов энергии. У нас их много. Есть еще и психическая сила. Но самое важное – это вот такая более тонкая форма энергии. Потому что она уже отдает команду на физику. Работать или нет. Это все идет из блока управления. Сразу скажу, что необходимо для себя понять такую штуку, что ваше внимание должно принадлежать только вам. Все, больше не только вам. То есть вы должны уметь в любой момент перемещать свою точку внимания, куда вы скажете. Понимаете? К себе. Если этого делать не получается, то это либо сон, либо зависание, либо залипание. То есть идет уже внешнее управление. Есть много людей, которые манипулируют вниманием в своих целях. Опять же, если нет такой способности удерживать внимание, долго на предмете концентрировать, если нет способности его по вашей воле, наоборот, распокусировать, включить режим созерцания, то все, это, считай, вы им не владеете. А для того, чтобы завладеть вот этими аспектами нашего внимания, нужна практика. Просто банальная практика. Все. Я даю некоторые техники по концентрации внимания на занятиях. Вот. Одна из практик – это свеча. А это концентрация внимания на свече, на пламени свечи. Концентрация внимания на пламени свечи. А свечу нужно поставить 40-50 см, чтобы боль более правдоподобно выглядела. Техника одновременно и простая, и непростая. Непростая, потому что, если не знать критерия выполнения этой практики, можно запутаться, и не будет никакого эффекта, и никакой тренировки не случится. Если знать точные критерии выполнения практики, то все будет. Все будет. Через 5-10 минут уже будет эффект четкий. Смотрите. Техника относится к концентрации внимания. Концентрация внимания. О расфокусировке я скажу чуть позже. Это другая техника. Смотрите. Поставили вы свечу. Зажми. Первое. Вам нужно спокойное место, которое в подключении телефона так же приветствуется, чтобы вас не трогали. А вот эту практику с самого начала нужно выделить 10-15 минут. Все. Не надо брать сначала час, полтора, полчаса. Это вообще, это просто отобьет ваше желание вообще заниматься этой темой. 10-15 минут, а то и 5. Для некоторых людей удерживать внимание в точке, больше минуты, это просто не по силам, нереально. Как? Оно постоянно туда-сюда шнуряет. И все. Некак. 10-15 минут. Тренировка заключается в том, чтобы смотреть вот где-то вот в эту зону. Либо можно смотреть сюда, ну, выявить наиболее яркую сторону свечи, пламени, где больше всего светится. Потому что свечи разные бывают. Выявляйте самую яркую точку и начинайте в нее смотреть. Смотрите, здесь есть два момента. Есть первое внимание. Не путайте с Кастанайдовским первым вниманием. Первое внимание. Вот посмотрите на крест сейчас, не отводя глаз. Смотрите на крест и одновременно послушайте, о чем говорят пари. Но глаза не отводите. Все, стоп. Первое внимание смотрит на крест, второе внимание слушает речь в баре. Понимаете? Допустим, если речи нету, тишина, второе внимание это ваш внутренний диалог. внутренний диалог. Если вы уже просидели пять минут, уставившись на свечу, пять минут, уже десять сидите. И вам кажется, что все свершилось, то это может быть не так. Потому что вы можете пять минут смотреть долгополучно на свечу, фиксировать первое внимание, то есть это взгляд на каком-то месте свечей. Но думать о чем-то своем. Важно, что сделать. Важны все мысли, которые у вас будут возникать при смотрении на свечу, возвращать их на точку здесь и сейчас. Думайте о свече. То есть будьте сейчас. Вот шкала прошлое-будущее. Прошлое-будущее. Вот ваши мысли, второй внутренний диалог, он имеет такую штуку. Он будет размазываться в прошлое, в будущее. Он будет думать, что же будет после того, как я просижу, что же я получу и так далее. Вот эти все мысли нужно стягивать уже волевым усилием вот сюда. То есть вам необходимо мало того, что смотреть в одну точку, вам необходимо вообще ни о чем не думать, кроме самого действия смотрения на свечу. То есть в этом заключается концентрация внимания. получается, что вы внимание концентрируете в точке в физическом мире и также его фиксируете в точке времени здесь и сейчас. То есть если вы внимание фиксируете в точке материального мира, но не фиксируете его во времени, оно вот где-то там, то это ничему не даст. Это уже не будет работать. Необходимо его сконцентрировать в двух точках. Ну, так, схематично. Необходимо его сконцентрировать в двух точках одновременно по шкале времени и пространства. Вот это есть концентрация внимания. Вот эта практика реально тренирует концентрацию внимания. Вы можете взять и не свечу, вы можете взять лист, нарисовать черную точку в нее смотреть. Что хотите? Можете камеру. Миссия в том, что мне кажется, я считала меня страшно, но жарко. Смотреть-ка. Куда угодно. Важно. Перед тем, как делать практику на концентрацию, важно сесть удобно. Чтобы у вас не было такого, что вы через пять минут чувствуете, что у вас нога пропала, затекла, что-то себе отсидели. Это будет доставлять неудобства. То есть у вас будет вот здесь во мнении. еще один момент. Желательно не моргать. Но если моргнули, ничего страшного. Важно, чтобы, опять же, вот это не колыхнуть. В начале, с первых разов может показаться, что это легко. А потом начнется самое интересное. Почему? Потому что внутренний диалог, он имеет несколько уровней глубины. Первый уровень легко отключить, заткнуть. Он будет так... но как только вы просидите еще немножко больше, вы увидите, что появится второй уровень думающего какого-то там существа, третий уровень. у вас начнут всплывать в голове такие обрывки фраз каких-то там, с фильмов там еще что-то вылезет там, какие-то там. Кто-то вам что-то сказал. Голос друга... Я реально по себе скажу, я сижу на концентрации внимания, когда занимался, сижу, все вроде, тишина. Такой голос знакомого из трубы прям вот, вот прям привет. Вот на фоне тишины внутренней, он просто показался, понимаете, он внутри, я его услышал, как будто гром такой привет. Такой это просто не передать. Такие моменты, потом ты думаешь, где ты был, когда все это заканчивается, ты думаешь, что ты попадал в какое-то другое время и пока смотрел, в том времени еще чудеса какие-то происходили. Вот, как раз таки это многоуровневая система внутреннего диалога. То есть вы вскрываете вот эти слои, и вы их начинаете буквально слышать. Буквально слышать. Важно что сделать? Все их остановить. По возможности остановить. Успокоить. Просто успокоить. Сначала может это как-то не очень хорошо получаться, сложности какие-то будут, но потом вы научитесь. Почему? Потому что внутреннее безмолвие, которое вы формируете в практике, оно имеет эффект накопления. То есть внутренняя тишина, она может накапливаться. То есть на следующую следующую практику концентрации, остановки, диалога не нужно будет начинать все сначала. Вы будете всегда начинать примерно с того же самого места, не актуально сказать места, с того же самого чувства, которое вы достигли на предыдущей теме. Вы прямо с того же самого хоп, о, я продолжаю. И вы опять в это состояние хоп, и вошли. оно такое, ну, может быть небо чистым будет на некоторое время, ну, там облачко пролетит, мысли какие-то. Вот, ну и все, это удивит. Критерии. Критерии правильности выполнения техники. Вокруг свечи, даже днем, если вы смотрите на свечу, даже днем, вы зафиксировали первое внимание, проработали внутренний диалог, остановили его, потушили, критерии. Вот сейчас если вы посмотрите на крестик, да, вот боковым зрением, видите, я рукой вожу фломастер, видно, да, видите, что, ну, боковым зрением, видите, что, что здесь примерно, что где находится. Через пять минут медитации на свечу, вот это все, что вокруг должно вообще уйти. То есть вокруг этой точки, где вы сконцентрировали, внимание, должно появиться такой белый шум, ну, или не белый, там нету цвета даже, просто все исчезает. Вот картинка вокруг, она куда-то уходит. Остается сама вот эта точка свеча, либо еще такое дымковое, все, вроде бы день светловый, но стоит вам немножко сдвинуть взгляд, тык-дык, как все появилось, потом опять взгляд зафиксировали, потом опять все пропадает, 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 потом опять тык-дык, потом хоп, появилось. Вот если все пропало, осталась свеча, это говорит о том, что вы технику выполняете правильно. Следующий критерий. Пламя свечи может появиться такая небольшая галлюцинация, оно начнет либо приближаться, либо отдаляться. Вот у кого как, бывает такое, либо свеча может начать вибрации какие-то, не просто сама свеча, за то, что огонь ее дергает, да, а сама, само пламя может вот так вот жик-жик, 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 то есть либо она идет на тебя, либо от тебя. Еще прикол, она, если начинает свеча двигаться на вас, она на вас начнет двигаться, и она будет двигаться бесконечно, то есть она к вам никогда не прикоснется. Просто вот эффект движения свечи на вас будет идти, идти, Когда же она ко мне приплывёт? Она будет плыть, плыть, плыть. Она и плывёт, и плывёт, и плывёт. И никак не доплывёт. Либо наоборот, она начнёт отдаляться. Она отдаляется, отдаляется. И думаешь, когда же она всё-таки исчезнет из моего поля? Она всё отдаляется. Вот такие вот эффекты. Это значит, что у вас уже достаточно, вы достаточно глубоко проникли вот сюда. Потому что всё равно часть каких-то мыслишек будут всплывать. Понимаете, да? То есть первый критерий – исчезает всё вокруг. Второй критерий – она у вас может дёргаться. Третий критерий – она у вас может отдаляться, либо приближаться. Всё. По ощущениям эффекта заморозки тела. Тело может, ну, как будто в него наркоз ввели, оно начинает, либо руку вы не чувствуете, либо ноги не чувствуете, либо лицо. Тело куда-то начинает пропадать. Я один раз дошёл до того, что в какой-то момент я обнаружил, что нету ни тела, ни того, что вокруг точки. Ничего нет вообще. Никаких ощущений. Нету ничего. Есть тупо точка. Всё. Это уже глубокое смещение. Да. Да. Но оно всё медитация, да. Но просто медитация бывает в разных формах. Но вот это уже глубокая форма. Это когда ты физически пропадают все ощущения. Все вообще. Все полностью. Хотя незадолго. Я сидел час. Дошёл до час. Там час десять. Хотя незадолго до этого у меня жутко затекли ноги. Было очень больно. Есть листы как-то в любую удобную позву. Возвращение может снимать. Можно писать. Она университет отбросить. Да. Там стоит. Откуда вы знаете. Мне постоянно палит. Сыроед, что ли? Понятно, да? Вот это одна из практик по концентрации внимания. Опять же, свеча, точка, что хотите, неважно. Важно, чтобы вы вошли в это состояние. Это состояние вакуума. Можно его так называть. Или состояние мечта. Или состояние называют буддисты над пустотой. Как это? Что есть пустота, что есть ещё над ней? Ну, это будет непонятно. То есть тут ум вообще ломается. Ну, нужно именно его, как это, линейность ума. Надо бахнуть. Убить ум надо... А сама техника, практика, это просто уловка для того, чтобы это всё случилось. Всё. Ну, это просто как костынь, по сути. Что происходит дальше? Дальше. Вы замечаете за собой, как будто у вас добавился по этой практике. Понятно, да? А, я не сказал, сколько и выполняетесь. Да, да. Во времени. Во времени. Да. А во времени не фиксация? Сейчас прям. То есть какое-то время ограничить? Вот три минуты. Не, ну вы ставите будильник на десять минут и откладываете. И фиксируете мысли сейчас, а не что будет после практики. Вы сейчас. Вы тут. Вы не завтра. Не вчера. Не пять минут назад. Нигде. Вы здесь. Сейчас. Всё. Это фиксация прям тут. А будильник там тикает сам. Когда он прозвенит, тогда закончите. Когда и сколько делать? Рекомендую делать залпами несколько дней, а потом делать передышку, паузу. Два-три дня. А потом опять залп. Такими сериями. Это достаточно удобно и эффективно. Потому что, когда будет перерыв, вы сможете зафиксировать свои изменения. Если перерыва в практиках нет, идёт постоянное изменение, и ты не поймёшь, где это что. Что вообще со мной происходит. Когда пауза есть, вы отдыхаете. Вы можете менять практику. Потому что есть ещё другая техника на расфокусировку внимания. То есть это фокус. Есть ещё раз фокус. Можно чередовать. Но это будет очень мощный эффект. Гипермощный. И это почувствуется где-то спустя 10 дней. Уже вы можете обнаружить в себе функции этих, как это называют, фокусники эти. Не зависит. Да. Вот они с помощью внимания. Что они делают? Они очень круто владеют вниманием. Они могут просто... Группа стоит. Всё внимание группы собрать в точку. Отодвинуть, сделать дело и придвинуть. Понимаете, они настолько круто двигают внимание во времени и в пространстве, что группа, она присвоит... Ну, она присвоит вот эти движения себе. Это, ну, как бы я так произвольно посмотрелось у меня туда и сюда. На самом деле, далеко не они делали. Это управление происходит. Вот вы можете в себе это обнаружить. При общении с каким-то человеком вы просто можете... Прям вдохновиться. О, какая сила! Это мощная сила и способность. Это уже на границе сверхспособность. Потому что управление вниманием – это ключ. Ключ ко многим-многим-многим вещам. Дальше. Вот такой вопрос. Можно? Вряд ли я при подобных практиках дыхание не контролировать. Я... Если висы контролировать, если висы дышать, то вы можете лично сюда. Есть ли у вас совет? Дыхание здесь должно быть произвольно. Его не надо контролировать. Дыхание должно быть автоматически. Автоматико. Он само должно быть. Конечно. Если у тебя отключается автоматика, то это не есть хорошо. Надо чтобы оно автоматически работало. Потому что дыхание, оно и есть автоматическое, есть и... ну, как сказать, сознательное. И после упражнений, то есть ты ощущаешь, что прям здесь сейчас. То есть ты ощущаешь, что прям здесь сейчас. Прямо в большинство времени до сих пор это так. Хотя с практики прошло с того времени. В большинство времени до сих пор это так. Конечно. Конечно. Я хочу тебе кое-что сказать. Если ты начал практиковать, это будет бесконечно. Всегда. Ты будешь обязан что-то всегда практиковать, что-то всегда тренировать. Либо физику, либо дыхание, либо внимание. Как только ты прекращаешь что-то делать, ты сразу почувствуешь обвал. То есть сразу же подготовьте себя к тому, что вы начали. То есть нужно для себя выбрать удобные какие-то для себя практики. Тренировочные. Чтобы они были вам удобны и по времени, и по вашим силам. И вы занялись практикой уже на всю жизнь. Понимаете, медитация это не то, что сейчас через 20 минут я захожу в медитацию. А сейчас это не медитация. Потому что сейчас я тоже в медитацию нахожусь. Медитация на всю жизнь должна быть. Просто формы её должны меняться. Формы медитации, они разные. И за счёт смены форм медитации идёт углубление её. Либо туда, либо сюда. Она углубляется. Вот и всё. То есть просто выбираете для себя удобные формы, практики, которые вам дают какие-то эффекты. Вы чувствуете, что это ваше. Всё. Важно запустить этот процесс развития в этом направлении. Всё. Потом вы его вообще не остановите. Вы даже будете пытаться, он у вас не остановится. Это хорошая новость. То есть выбирать между физикой и... Нет, можно всё вместе, чередуйте. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Просто вы должны знать, что именно тренировать. А что именно с высыпанием физики? Конечно. Конечно. Я вот сейчас могу чётко сказать три аспекта, которые нужно тренировать всегда. Постоянно. Физика. Физика. Дыхание. Не управлять им, стремиться, а производить тренировки своего организма и энергетики через дыхательные практики. И внимание. Внимание – это ваши мысли. То, что формирует ваши действия. Всё. Если вот эти три... Какой-то из трёх аспектов... Ну, это будет не полно. Но это уже системный подход. Вы можете чередовать. Вам нужно просто обзавестись для себя, сформировать какой-то арсенал, ваш арсенал, практик ваших. И вот с этим арсеналом идти по жизни. И использовать как ключики. Потому что практик миллионов. Нужно выбрать из них для себя какие-то удобные и действующие. Именно для себя. Потому что мой арсенал практик – он такой. Вот, твой арсенал практик, он может чуть-чуть другим быть. Как бы так. А в практике, в тренировке нужно себе прям поставить задачу, что я всегда буду в этом процессе. То есть это процесс как бы саморазвития, самоапгрейда. Потому что энергия приносит энергию. Богатые становятся богатыми, бедные становятся бедными. Знаете почему? Ну и не надо, сейчас не об этом. Концентрация внимания. Время тренировки. Величивает. С 10 минут, да, например. Да. Смотрите, на концентрацию внимания, на тренировку, можете отвести 5-7 дней. Это залп. Можно 5 сделать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Перерыв. И опять. Раз, два, три, четыре, пять. И поехали. Трешечку, перерыв можно сделать. Трешечку, двушечку. Можно 7. И в течение 5 дней, например, вы начинаете с 10 минут, тут уже 15. Или 20. Ну, может быть, 15 вот здесь. А тут уже 20. То есть у вас, ну, ничего, моргнете разок, ничего страшного. Может быть, парочку. Важно вот здесь тишина. Вот это все убрать. Вы можете моргнуть, и это не всколыкнет ваше внутреннее... Да. Можете даже говорить из тишины. Даже так. Ну, опять же, это результат тренировок. И так далее. Вот такая, как бы, ручка громкости у нас получилась. Здесь уже можно начинать с 15 до вообще 30. Таким образом у вас будет эффект накопления. Только при практике вы поймете, о чем я сейчас сказал. Что значит эффект накопления. То есть только после практики это будет понятно. Расскажите еще про фокусировки. Сейчас вот как раз-таки мы дошли до этой темы. А раз фокусировка, внимание. И что касается фокусировки, понятно, да? Вот вам рецепт. Вот рецепт занимать. Это можно и точку поставить на листья или свечу. А можно это сделать где-нибудь на дороге. Понимаете? И это нужно вот как-то место, так систи. Когда вы займетесь практикой, вы заметите за собой такую штуку, что как много всякой фигни манипулируют вашим вниманием. Или будут пытаться манипулировать вашим вниманием. Потому что если до практики вы этого не замечали, у вас это уровень нормы, то после практики вы это начнете очень ярко замечать. Вы просто начнете, знаете, что замечать? Когда человек с вами начнет разговаривать, и вы увидите, что он говорит, просто болтает не по существу. И вы почувствуете, что про себя, вот про себя, как бы это пустая трата времени, потому что время уходит. Да, время и энергия уходят. Ресурс этот уходит, сливается. Внимание ни на чем не сфокусировано. Этот человек вам говорит свои фиксации внимания на каких-то своих моментах. И все, вам просто будет этого жалко. Понимаете? А вот это одно из главных, это время. Вот и все. Вы просто в какой-то момент возьмете его точку внимания, которой он не управляет. Схватите и скажете, так, слушай, либо ты вот это и вот это, либо вот это и вот это. Все. И это будет очень-очень ярко чувствоваться. Вы можете даже говорить на чуть-чуть и меньше, но по делу. Два-три слова, но в точку. Бах! Все все поняли. Но вот это за счет практики приходит. Нет тренировки, нет результата. Все. Вот это, что касается именно концентрации внимания. Но опять же, всегда его концентрировать смысла нет. Это движение только в одну сторону. Есть еще движение в другую сторону. Это расфокусировка внимания. Это обратное направление. С этим понятно, да? Добавляем. Расфокусировка внимания. Это когда ваше внимание не в фокусе. То была точка, то теперь нету точки. Для некоторых людей это гиперсложная задача. Это другой немножко аспект внимания. Помимо концентрации необходимо еще включить в практику расфокусировку внимания. Это тоже достигается через практику. Эффект такой, что через расфокусировку внимания вы усиливаете концентрацию. Важный момент. То есть расфокусировка внимания нужна для того, чтобы его снова собрать в точку с новой силой. Понимаете? Опять же через практику. То есть если нет расфокусировки, оно всегда в точке, оно просто будет дряхлое и вялое. Никакой точки не будет. Оно просто не сможет зафиксироваться. А многие этим не пренебрегают, не берут во внимание. Они пытаются пялиться в точку каждый день и все, везде в точке. И сила падает. Сила концентрации падает. А ее нужно накапливать. Необходимо чередовать. Раз фокус, фокус. Раз фокус, фокус. И поехали. И всю жизнь так. Всегда. Просто нужно подбирать уже ситуации ежедневные, в которых вы можете это делать. То есть в течение дня вы для себя можете отметить, где вы можете его сфокусировать, а где расфокусить. Все. Опять же, в течение дня вы в медитации. Весь день вы находитесь. Постоянно. По-хорошему, мы и так это тело только не контролируем. Без полуокарки, а в голову, где-то... В голову. Так в чем разница? Либо нечто контролирует ваше внимание. Вашу энергию, ваши мысли, ваше тело. Либо вы этим занимаетесь. Все. Либо вы, либо вас. Мы уходим в облака пожелания. Я же у вас в корке. Но, я тебя расконцентрировал. Ты расконцентрировал? Да. А если ты поймал себя на мысли, что ты уже зачем-то не шагировал, это значит, что ты не шагировал? А вот эта вот расконцентрация взгляда должна быть как будто есть скорпин, такие, знаете, книжки скорпин, рассеянный взгляд, и потом там вырисовывается. Ну, а потом все равно концентрация. Там вот какой-нибудь предмет. Ну. Ну, такое должно быть это ощущение? Или что-то? Короче, мы уже сказали еще. Это, наверное, как смотреть на что для этого? На картину. Ну, сейчас не надо принимать. Ну, я, наверное... Да. Будет концентрация, а социальность на этой ситуации. Нет. Нужно намеренно работать и с тем, и с тем. Все равно, ваше намерение должно работать и там, и там. То есть вы, во-первых, должны понимать, что есть две области, это фокус и расфокус Что они вообще есть, хотя бы И они относятся к сфере внимания Всё, это вы поняли Дальше, вы начинаете работать Первая область – это фокус, работаете над ней И вторая область – это расфокус, тоже работаете над ней Целенаправленно, намеренно Понимаете? А что значит работать над расфокусом? Ну, это сейчас до практики дойдёт Что касается практической части расфокусировки внимания Очень-очень подробно и доступно об этом написано в Кастанели Там, не знаю, там столько практик Он выдал прям там и на концентрацию, и на расфокусировку внимания Вот одна из практик – это подход к силам Так называется походка силам Это когда вы выбираете вечерок Желательно время под сумерки, когда ещё, ну, только начинает темнить Вот во время перехода С утра, конечно, не получится, ну, может получиться, но лучше вечер Очень хорошо практиковать, например, на Арбате Что нужно сделать? Нужно просто идти Ручки ровно по швам Можно принять неудобное положение пальцев Какое-то необычное И смотреть чуть выше горизонта То есть вы идёте Про руки позже расскажу Сейчас саму практику скажу Вот линия горизонта Ваш взгляд должен смотреть куда-то сюда Что нужно делать? Необходимо охватить максимальную панораму Взглядом Это когда-то анализировано? Нет Никакого анализа Анализа не со свечой, не здесь Вы просто смотрите Вот сейчас мы сделаем это Посмотрите вот сюда Смотрите вот сюда И начните плавно охватывать боковым зрением Право-влево, но можно и вверх-вниз Размазывайте точку То есть вы как бы растворяетесь в боковом зрении Всё, что находится около Вы можете зайти за доску Или работать только с боковым зрением То есть никакой концентрации не должно быть Ни на чём Оно может местами получаться Но вы почувствуете, от чём идёт ключ Такое приятное ощущение в глазах, в мышцах Идёт расслабление, да Расслабление идёт, да Вы начали в сумерки Пока ещё светло И ходите по парку Чуть выше горизонта Расфокусировав взгляд До наступления темноты До времени перехода Шаг средний Средний, непринуждённый Как привык Да Если есть люди, хорошо Прекрасно Не надо Ну вообще какие-то ходят Лучше одному делать Не надо смотреть под ноги и так далее Старайтесь избегать фокусировки на чём-либо Очень хорошо Если есть люди Снуют туда-сюда То это помогает Потому что Вот ваше размазанное внимание Да Оно может как бы Ну перегружаться вот этими Этот человек пошёл Вы боковым зрением на него посмотрели Этот боковым И это получается Как бы Вашу точку Ну как бы Размазывает Понимаете То есть если картина монолитом Никого не ходит Никаких движений нет Она монолитом То вы всё равно На чём-то заострите внимание Лучше, чтобы была какая-то движуха Так, чтобы Внимание не могло Сконцентрироваться Вообще ни на чём Вот это касается Именно Расфокусировки внимания Это одна из таких Достаточно Действенных практик 5-10 минут До наступления темноты Ну около 40 минут 40 Полчаса 40 Вы можете сегодня попробовать Эффект вообще В прострации Где-то там ходишь Собедал У меня был случай Интересный Был интересный случай Это ещё было в Калининграде Там у нас парк Там есть верхнее озеро Большое озеро И вокруг него Дорожка Там много людей ходит Я еду туда Под сумерки Там хорошая дорожка Вокруг озера И начинаю ходить Много людей Всё Вот где-то минут через 10 Если вы занимаетесь практикой Её также можно делать Там 3 через 5 Ну либо можно вообще равно 3 через 4 Через 4 Фокус Расфокус Можно вообще День фокусировки День расфокус День фокус День расфокус Вот этот ритм Вот эти схемы Рецепты Как делать Именно для вас Я не могу сказать Это вы должны Сами свой ритм Вычислить Какой он у вас Потому что Нету одного Всем общего ритма Ваш ритм Он будет ваш 2 через 2 Как там 3 через 2 И так далее 5 через 2 Там уже сами Был случай Рядом торговый центр А я Ну как бы сумкой был То есть у меня была сумка И в торговом центре Плаза Плаза Там Внутри есть Это как Чтобы сумки складировать Но там не ящики были тогда А там была Тетенька И ячейки То есть ты ей даешь сумку Она ее кладет в ячейку Дает тебе номерок И ты уходишь Гулять по торговому центру И там очень строго следили за тем Чтобы не клали сумки И не выходили в другое Ну там Продуктовый отдел Надо было идти только туда То есть это Эти ячейки Только для продуктов А я пришел Наглую Положил свою сумку Отдал ей И развернулся И ушел К выходу Она этого Дело увидела Я пошел практиковать Значит Час я походил Идут в таком состоянии Просто Знаете Вот В другом состоянии Измененное состояние сознания Иду Подхожу К этой тетеньке Даю номерок Смотрю В ячейку Мои сумки нету Такой думаю Так Там ноутбук Там все Там документы были Ну так Че такое И она такая Смотрит на меня Понимаете Я вот на нее смотрю Я еще Состояние не вышел Я не могу на ней Сфокусироваться То есть У меня и тетенька Это И ячейка И вот люди Я вот так Никуда смотрю Я вижу Что она начинает Что-то говорить Она что-то говорит Я на нее смотрю Она такая И все Я такой Беру сумку И ухожу Знаете Вот Она пыталась мне Что-то донести Но у нее Не получилось То есть Как сказать Она не смогла Завладеть Моим вниманием В принципе То есть Она не смогла Мое внимание Сфокусировать На той Якобы Проблеме С этими Ячейками То есть Она не смогла Взять Мое внимание Вывести его На негатив Сказать Что я такой-сякой Я виноват Что я должен Ответить За это Что так не делают Это не по правилам Она просто Этого не смогла Сделать Она что-то там И все Как бы И у нее не хватило Ни сил Ничего И что Она автоматически Даже сама Не понимая Того Взяла Достала Сумку мою И отдала Все Как будто Откуда я знаю Я не знаю Что она увидела Ну Я выглядел Странно Можно Можно сказать Что я выглядел Очень странно Почему Ничего Хорошо Делать Либо В сумерки Чтобы переход На период Не знаю Потому что В этот момент Внимание Очень хорошо Нет ярких красок Да Оно Знаете Вот Самое опасное Время суток Для автомобилистов Когда В сумерки Почему Потому что Нет четких Деталей Все Нет четких Деталей Все То есть Вы используете Время суток Именно для практики Потому что Если вы едете На машине У вас все-таки Там идет Постоянная Концентрация Внимания Там Вы Расфокусировав взгляд Вы не проедете То есть Не надо этого делать Там идет Точка И вот Вы чередуете Два направления Фокус Расфокус Фокус Расфокус Про руки Руки Это скажем так Это также усиливает Расфокус Внимание Но именно На уровне ощущения Как бы знаете Высший пилотаж Это Расфокусировать Внимание И сместить Точку зрения Откуда вы смотрите Выше Выше Руки Почему В неудобной позе В неудобном положении Потому что Еще Еще мощнее Практика Получится Когда у вас Будет Неких Три точки Три точки Из которых Будет Исходить Нет Нет В эту зону Между Тремя точками Как бы Треугольник В которой Будет входить Сигнал Руки И Тут голова Тут выше Головы И Происходит Расфокус Вот так То есть Вы еще Увеличиваете Зону Самого Смотрящего Понимаете Это принцип Как массаж Несколько рук Когда делаем Морг Отключается Да Вы смотрите Не только Из глаз А вы смотрите Из трех точек Это еще руки Отвлекают Внимание Да Оно просто Руки Они как бы Расширяют Вот эту зону Понимаете Вы Расфокусируете Не только Вот тут А у вас Происходит Как бы Смотрящий Ваш Тот Кто смотрит Он Достаточно Большой Вот для этого Руки Неудобно Нет Лучше Неудобно Можно поменять Но не делать Все равно Будет Вы будете Фокусироваться На том Что они Что делают Нет Тут стараться Прям Со звуками То же самое Да Вы просто Стараетесь Услышать Не что-то Конкретное Слова Какие-то А услышите Всю кашу То есть Все что Идет По дорожке Звуковой Несколько дорожек Вы эту всю Прям кашу Слушаете Вы тут Это все Размазываете Со звуком То же самое Вы как бы Растворяетесь Торговый центр Я например Чувствую энергетику Торговых центров Там она не очень хорошая Энергетика сама не очень хорошая В парке энергетика Пау В ТЦ все-таки Там куча реклам Там Внимание Всех людей Направлено На Потребление Как бы Это влияет Это все равно Чувствуется Если вы занимаетесь Практиками У вас Чувствительность Она выше То есть Вы можете Видеть те вещи Которые другие Не видят То есть Чувствовать то Что раньше Чувствовать И это будет Просто дербанить вас ТЦ Не очень Сумки Можно оставить Но Как комбинировать практики Все Как что Комбинировать По времени Вот я говорю Четыре через четыре Два Просто вы Отработаете Отработаете Залпом Несколько дней Фокусировку На свече Просто Отработаете Для себя Просто Почувствуйте Переведите Это в ранг Непонимания Какого-то А я понял А в ранг Уже Переживания И одну И вторую Дальше Вы просто Сами Сориентируетесь Вы сориентируетесь Сколько вам Когда Чего делать Вот и все Нужно Сопоставлять Вот Время Смотрения На свечу Фокус Да И время Чтобы оно Было равно Времени Расфокусировки Необязательно Фокусировка Сложнее Хотя У некоторых Есть явная Проблема И Расфокусировка Не факт Но Фокусировка Это все-таки Сосредоточение Сосредоточение Не знаю А вот если Воображение Смотрят на свечу Нужно представить Мор Там Планета Космос То есть Представлять На свечу Смотрят Представляют Всего Себя Сколько Это работа С воображением Есть практики Работы С воображением Но это Другое Возрастное 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 Просто В примере Детей Часто Дети Не могут Начать Сфокусироваться Да Можно Им Это В какой-то Мягкой Форме Это Давать Для того Чтобы Не Собственно Всех Детей Взрослые Учат Именно Фокусировки Внимание Потому Что От природы У детей Оно не Сфокусировано Это Природная Тема Она Не Сфокусирована Они Уже С ней Живут До Какого-то Периода Если Туда Чуть-чуть Фокусировку Окроплять А Расфокусировку Не трогать Просто Хочется Вопрос В том Как Гармонично С Ребенком С Ребенком Сделать Более Гармоничным Знаете Как Сделайте Себя Более Гармоничным Автоматически Вы сделаете Ребенка Более Гармоничным Он Копирует Знаете Такую Тему Смотрите На Ребенка И Видите Всю Подноготную Родителя Который Тщательно Скрывает Но Вы Просто Смотрите На Ребенка И Ребенок Все Показывает Какие Минусы У родителей Потому Что Он Это Все Набирает За Кулисами И тут При Фокусировки И Расфокусировки Ребенок Рождается У него Внимание Расслаблено Но Суть Не в том Чтобы Расфокусировать И Ресфокусировать А Чтобы Самому Этим Проблем То Он Просто Так Он В Прострация А Собираешь Но Надо Точно Так же Сознать И Расслабляться Весь Смысл Тому Чтобы Вы Этим Владели А Не Кто То Или Реклама Или Система Или Еще Кто То Там Да И Ваш Круг Общение Владел Вашим Вниманием Вот В этом Смысл Чтобы Вы Взяли В управление Точку Внимания Когда Вам Это Надо Это Именно Ваша Воля А Не Чья То Другая Или Воля Автоматизмов Которые Там Сформировались В Жизни Не Помню Кого По 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 Человек Который Видит Картины В целом И Другой Человек Для Бизнеса Применимо Когда Собеседование Проводится Как он Определяет Все В целом Или Какие Только Детали Ему Нужно Пройти Всю Картину По Точкам Для Того Чтобы Увидеть Всю Картину В целом Такие Практики Дают Возможность У Нефицина Человека Конечно Но Это Ключ Это Ключ И Вы Почувствуете То есть Это Нужно Именно Через Практику То есть Нужно Пропустить Через Себя Чтобы Понять Какие У вас Еще Фишки Заложены Потому Что У вас Они Ваши Уникальные Вещи Которые Вы Обнаруживаете И Вы Просто В какой-то Момент Можете Почувствовать Во Мне Просто Так Валяется Такие Ценности Которых Я Не Замечаю И Вы Вот Эти Ценности Начинаете В себе Обнаруживать Вы Просто Можете Быть Шокированы С того Что Сколько Лет Эти Нужные Вещи В вас Были Но Вы Ими Не Могли Пользовать И Тут Вы Их Увидели Теперь Вы Можете Их Применять Вот А До Этого Вы Просто Не Замечали Где Я Межуха Повседневность Вот Такие Вот дела Физика Дыхание Тренировка И Внимание Ну Мысли Ну Питание К физике Относится Это Физика Это Основа Это Тело В нем Живет Ваше Внимание То есть Пускай Ваше Внимание Живет В Хороших Условиях Вот И Все А вот Еще раз По Упражнению Фокусевки То есть Там трой Пункт Подключить Минувренний Диалог То есть Вообще Никаких Дисмитровок Да Да Вообще Вообще А то Что Она колыхается Тоже Да Нет То Что Она Там Красная Свет Ну Как бы Ты Фиксируешь Какие-то Вещи Отгонять 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 Смотрите Свеча Колыхается Красная Синяя Белая Вы Наблюдаете Вы Не думайте О том Что Она Синяя Белая Красная Вы Просто Наблюдаете За Затем Что С ней Что Что Происходит Все Ну Это Просто Идет Это Течение Уберите Анализы Всякие Вот Это Очень Очень Ненужная Вещь Вообще Анализировать То Что Происходит Это Очень Вредная Штука Почему-то Стремятся Практически Все Анализировать О чем-то Думать Как только Вы Анализируете Вы Самый Важный Момент Который Здесь Находится Вы Его Просто Перечеркиваете Если Вы Перечеркнули Момент Здесь И Сейчас Вы Начали Думать О том Что Происходит То Вы Уходите От Реальности Ее Нет Вы Уходите В Анализ И В Спекуляции Вы Уходите В Иллюзию Реальность Она Воспринимается Такая Какая Есть Без Анализа Анализа Нет Есть То Что Сейчас Происходит Все И Это Ценно Подумать Можно Там Какой-то Период Но Это Тоже Должно Быть Под Вашим Управлением Бывает Такое Что Человек Анализ Он Не Вырубается Все Анализирует И Взвешивает Хорошо Плохо Все Параметры Все И он Не В реальности Находится Он Не Может Находиться Здесь Сейчас Он Не Воспринимает То Что Сейчас Происходит Он Думает О том Что Это Ему Принесет О том Плохо Это Или Хорошо Все 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 Но Я Не Вижу Того Что Со Мною На Сам Деле Происходит Я Не Вижу Вот Это Все Заслоняет Его Зрение И Восприятие Либо Вы Анализируете Либо Вы Воспринимаете Когда Идет Анализ Идет Блок Воспринимаем Анализа Нет Вы Видите Реальность Если Вы Видите Реальность Насколько Вы Ее Вы С ней Вконтакте Настолько Вы Более Счастливо Живете Вы Здесь И Вы Реальность А не Иллюзия Нет То есть Вы Сейчас Говорите Вообще По Какому-то Абстрагированию По Действительности То есть Вы Живее И Живет И Да И Все Ну Просто Анализ У Да Да Как-то Взвешиваясь Что Происходит Чтобы Делать Какие-то Углубые Само Взвеситься Мне кажется Вам нужно 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 К примеру Попадаем В новую Среду На деловые Среди Нужно Понять Что Они Представляют Анализ Хотя бы На дископонимику Что Иначе В общем Поним Мне кажется Нужно Упишитесь Пока Вы Не научились Отрубать Волей Своей Волевым Усилием Намеренно Он Вам Нужен Как Только Вы Научились Его Отрубать Намеренно Вы Понимаете Что Он Уже Не Нужен Такой Мощный Заворот Конечно Но Это Так Мне кажется Понятно Когда Запомнить Чему Привер Тогда Если Как Вы На самом Дельце Разница Что По Анализу Ничего Не Идет Как На самом Дельце Поверьте Что Мир Происходит Без Вашего Анализа Что Он Есть Что Его Нет Это Мы Сейчас Говорим Абстрактно А Вот Есть Такая Мысль Я Не Знаю Сейчас Сформулирую Что Не Бывает Ошибок Непоправимых Вернее Не Бывает Ошибок Если Ты Как Вывод Сделал То Ты Как Была Не Ошибка Это Был Опыт Вот Такая Философия А Она Про Что Не Про Анализ Про Опыт Это Трудно Понять Потому Что Это Не Относится К Пониманию Еще Раз Хочу Обратить Ваше Внимание На То Что Вы Получаете Только Тогда Когда Практикуете Если Вы Думаете И Пытаетесь Понять И Вроде Вы Понимаете Но Не Практикуете Вы Ничего Не Получаете Если Вы Анализируете Рассуждаете И Так Далее То Вы Ничего Не Получаете То Есть У Вас Впереди Встреча Важная Очень Важная Встреча Миллион Доллар И До Этой Встречи Вы Начинаете Анализировать Я Поступлю Так Я Поступлю Так Я Поступлю Всяк Но После Того Как Вы Прекратили Анализ И Пошли Навстречу Как Это Так Сказать Вот Этот Анализ Который Вы Перед Встречей Проводили Он Никакой Связи Не будет Иметь С самим Моментом Встречи Еще Пример Расскажу Дунг Хуан Кастанеди Рассказывал Такую Притчу Немцы Когда Истребляли Евреев Они Ну Там Какой-то Город Поставили Какие-то Посты И На каждом Посту Спрашивает Ну Тот Кто Идет Должен Войти В этот Город Или Выйти Из Этого Города Должен Сказать Немцу Определенное Слово И Слово По-особому Как-то Он Отличается Произношение Еврейское Этого Слова От Обычных Да Вот И один Еврей Молодой Решил Как бы Перехитрить Он Это Слово Репетировал Заучивал Он Узнал Слово Заучивал Репетировал Там Все И Научился Значит Произносить Его Не Как Еврей Подходит Он К Посту Вот И Этот Часовой Как бы Скажи Кодовое Слово А Нет Он Подходит К Посту И Говорит Короче Часовой Забыл Это Слово И Он Сказал Ему Назвать Другое Все Понимаете Запалился И Все Он Попал То То же Самое Что В метро Раньше Не пускали Зутей У меня Племянник Он На Грани Месяц Грубо говоря Когда Его Могли Пускать Родителям Гляд Ты Так Родился В таком То Году В таком То Году Научить Врать Все Подходят Там Спрашивают Тебе Сколько Лет Вот Это Притча Про Анализ И Про Подготовку Потому Что К Следующему Моменту Подготовиться Практически Невозможно Может Только Опыт Помочь Только Опыт Помочь Да Можно Примерно Там Что То Заучить Что То Там И Так Далее Но Это Поможет Конечно Ж Да Все Будет Зависит От Того Насколько Вы Присутствуете Сейчас Здесь Потому Что Я К Лекциям Не Готовлюсь Я даже Темы Не знаю Иногда Вчера Я не знал Какая Тема Но Мне Не мешает Это Эти Лекции Проводить Ничего Потому Что Я Здесь Сейчас Вот Тут Все Тема Внимание И Поехали Раскрываем 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 Вот так Анализ Он может быть Но Это Как вы Как только вы Научитесь Через практики Его Прекращать Себя Внутри Вы поймете Что он не нужен Сейчас Подождите Есть Анализ Есть Опыт Да Опыт Нужен Да Анализ Нужен Опыт У вас По-любому Есть Анализ Это Оценка Да Анализ Это Судить Хорошо Или плохо Получится Анализ Анализ Это Раскрываем Оттенки Опыту Каких-то Новых Мифических Качеств Это Надо На Этого Делать Не Надо Потому Что Опыт Был На Один Рубль А Вы Просто Пример Либо Опыт На 10 Рублей А Вы На Анализ Ровали Его На Рубль Уход От Реальности Нужен Именно Приход К Реальности Роман Вопрос А Вот Внимание Да Оно Связывается Какой-то Точкой Тела В теле От 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 Это Загадочная Вещь На самом Деле Потому Что Внимание Мне Кажется Что Это Все-таки Некий Поток А поток Может Быть Откуда Угодно Что У меня Были Практически Времена Практик Когда Я Глубоко Занимался Я Вот Этот поток Ну Точку Из Которого Точку Из Которого Я Смотрю Я Перемещал Вверх Вниз И Вправо Влево И Она Не Имеет Границ Вы Можете Посмотреть Ну Это Все Путем Путем Образного Мышления Но Потом Это Перерастает Уже Опыт Ты Можешь Посмотреть Не Отсюда А Посмотреть Чуть Выше И Ты Чувствуешь Это Это Чувствуется Поэтому Это Некий Поток Который Может Возникнуть Из Любой Точки И Направиться Туда Куда Ты Его Направляешь Либо Его Направит Нечто Другое Хорошо Вопросы Все Понятно Да Хочется Попрактиковать Попрактикуйте Позанимайтесь Ну Хотя Б Ну Не знаю Протестируйте Эти Техники Проверьте Их На себе Не Обязательно Подписываться На Годы Не Надо Оформлять Подписку На Год Или На Два Сделайте Неделька Того Неделька Или Через День Пару Недель Позанимайтесь То есть Расфокусировка Это Входишь В парк Или Костринену Почитать Еще Не Надо Не В парк И Идешь В Концентрации Как-то Да То есть Минут Гуляешь Да Расфокусируешься Концентрация Это Да В В обоих случаях И там И там Нужно В себе Организовать Тишину Все Все Благодарю за Внимание Да Завтра Вишутха Дыхание Серьезная Техника Раскачиваем Пятый Энергетический Центр Вишутху Ну и Шестой Заодно Прицепом Обострения Да В два Часа С двух До Четырех Тоже Чистая Практика Без Воды Продолжение следует Продолжение следует...